Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Павел Георгиев, компания Георгиев Тревел. И в этом выпуске мы поговорим о том, как оставаться на связи, если вы отправляетесь в путешествие на остров Хайнань в Китай. Прежде чем получить эту полезную информацию, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить свежие выпуски. И многие другие лайфхаки по острову Хайнань. Итак, поехали! Как же оставаться на связи, когда вы выезжаете в Китай? Ну, наверное, для тех, кто не знает, отвечу сразу на главный вопрос. В Китае есть не только великая китайская стена, которая раньше ограждала их государство, но теперь есть еще и великая китайская интернет-стена. Что она делает? Она не позволяет всем различным сервисам попадать на территорию Китая. Например, все американские сервисы, такие как Инстаграм, Ютуб, Фейсбук, соответственно, Ватсап, все эти сервисы на территории Китая и конкретно Хайнань заблокированы. По приезду в Китай, вы когда запустите эти приложения, они просто не будут открываться, либо просто долго грузиться и работать они совершенно не будут. Так что же делать для того, чтобы оставаться на связи всегда, если вы привыкли уже пользоваться своими социальными сетями, чтобы они у вас всегда были доступны? Все очень просто. Для этого я всем рекомендую скачать программу VPN. На эту тему есть очень много вопросов, поэтому давайте я здесь все расскажу в порядку, подробно, чтобы все было понятно. Итак, что такое программа VPN? VPN программа позволяет сделать так, что по приезду в Китай, запуская ее, вы, соответственно, как будто находитесь не в Китае. Данная программа подключается к серверам других стран и, соответственно, автоматически показывает, что вы, например, находитесь в Германии или в Сингапуре. Тем самым у вас открываются и начинают работать все сервисы. Вот принцип работы данной программы. Какую программу установить? Многие меня спрашивают. Практически любую, которая связана с VPN вот этим сервисом. Я рекомендую устанавливать программу VPN мастер. Я просто давно пользуюсь, как бы к ней привык и считаю, что она достаточно более удобная и стабильная. Как это сделать? Все очень просто. Прямо сейчас вы можете зайти ниже под этим видео, на мой сайт. Я специально оставил вам ссылки на скачивание этой программы. Далее вы ее скачиваете и мы вместе с вами ее запускаем. Как это сделать? Смотрите прямо сейчас. Берем мобильный телефон, заходим в App Store. Там набираем VPN мастер. Скачиваем эту программу. У меня уже эта программа скачанная, поэтому я просто ее запускаю. Вот так она будет выглядеть. Соответственно, дальше что? У нас появится такое окошко реклама. Ну, за счет этого она и бесплатна по этому программу. Нажимаем включить. Одна единственная кнопка здесь. Она у нас включается. Появляется вот такой вот шлем. Это означает, что наш сервис включен и все работает. Дальше мы можем с вами зайти в социальные сети. Например, в вашем Instagram. Проверяем. Все отлично. Все работает. Без каких-либо проблем. Ну и, собственно, также можно выключить. Отключили. Все. Супер. Все готово. Ну вот, теперь вы и на связи. Теперь вы знаете, как пользоваться данным сервисом VPN программой. Вы знаете, как оставаться всегда на связи. Теперь вы можете продолжать использовать свои любимые социальные сети на этом замечательном острове. Выкладывать свои классные фотографии, снимки, общаться и так далее. Так что пользуйтесь, пожалуйста, дорогие друзья, дорогие туристы и подписчики. Что хочу еще добавить. Есть такая программа WeChat. Я тоже многим предлагаю ее скачать. Но вот кому она нужна точно, сейчас я расскажу. Смотрите, программа WeChat это тот же мессенджер, как и WhatsApp. У него нет блокировки, потому что он является производимым на территории Китая. WeChat это китайский мессенджер, который, соответственно, охватил уже практически более миллиарда людей во всем мире. Естественно, он не заблокирован в Китае. Кому же я рекомендую его устанавливать? Именно тем, кто будет постоянно общаться со своими родными и близкими в России, например, по способу видеосвязи. Почему именно видеосвязи? Потому что местный вот этот мессенджер WeChat, он работает более стабильно. И когда вы подключаете к VPN сервису, допустим, то у вас все равно немножко интернет притормаживает бывает такое. То здесь будет качество связи высокое сразу, без подключения каких-то VPN программ. Вы можете там, сидя в отеле, вечером спокойно позвонить по WeChat своим родным, близким, поговорить по видеосвязи. Это будет качество гораздо выше. Вот. А, соответственно, этот WeChat нужно установить тогда и вашим родным, потому что, ну, иначе они не смогут с вами созвониться. Так что, вот об этом я хотел отметить, поэтому теперь вы точно знаете, что вам необходимо при поездке в Китай, как оставаться на связи. Еще раз резюмирую. Это установка VPN программы. В частности, мы говорим о VPN мастере. Вы ее запускаете. Еще раз напоминаю, что ссылка есть на всю инструкцию. Если вы не хотите смотреть это видео, там есть все написанное, а с картинками как-то запустить и установить. Все достаточно просто, в 4 шага. Ну, в общем, все, что я хотел вам рассказать. Спасибо, что смотрите мои выпуски. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Тревел. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...